Сегодня у нас очень интересное видео, потому что в гости я к себе пригласил моего местного друга Стефана, который нам поведает о всех секретах Черногории. Расскажет, как правильно тут жить иммигрантам, как общаться с местными, как вести себя на местных дорогах, на серпантинах, как правильно распить с черногорцем рюмочку раки и не обидеть его, и есть ли мафия в Черногории. Чао, меня зовут Алекс, я живу в Черногории уже 4 года, но в сегодняшнем видео вы узнаете множество инсайдов от местного. Погнали! Ни в коем случае нельзя бибикать. В теории его могут оштрафовать. Немножко в лоб. Немножко заезжают. Черногорцы очень любят делать ставки на спор. Собралось 5 человек вооруженных вокруг моего дома. Страшно. Ну, страшно, терпимо. Прямо аж иногда думаешь, он тебя убить хочет или он сильно радуется. Очень много мафий. В такую ваза сунут стиралку. Глубину. Не нужно говорить там, успокойтесь, или там как-то реагировать. Так, неси пушку давай, и вы будете неправы однозначно. У нас у всех есть способ друг другу сделать вольно. Начинается война кланов. Удивительно. Для мужчины. Без оружия. И стали держать два клана. И они решили вместе сброситься со скамбой. Не рекомендуем. Осуждаем. Получать удовольствие. Кулера. Ты плакал. Привет, Стефан. Спасибо, что пришел на мой канал. Вновь рада тебя видеть. И все очень просили, чтобы ты дошел наконец-то, поделился своим опытом. Ты у нас черногорец, чистокровный, настоящий. Ты все знаешь про эту страну, как никто больше. Ну, тем более, мы-то иммигранты вообще. Очень многое тут не понимаем. И вот как раз хочу, чтобы ты рассказал мне и моим зрителям. Сразу скажу, что эта беседа никак не планировалась. Просто вот так встретились. И я многого, уверен, тоже не знаю. Поэтому вместе с вами будем изучать страну. А Стефан нам в этом поможет. С радостью помогу. Ну и думаю, самое первое, с чего стоит начать, это... Это вождение. Обязательно вождение. Вождение, да. Все это замечают, когда только приземляются в аэропорт. Берут в аренду машину, либо садятся на свою, либо их везут. Они сразу сталкиваются с вождением. Расскажи. Здесь есть ряд особенностей вождения, как в городе, так и по серпантинам. В городе ничего сложного. Все почти то же самое, только можете иногда наблюдать моменты, где два давно не видящих друг друга черногорца пересекаются на дороге, опускают окна и как бы рассказывают друг другу все, что последние 10 лет у них происходило. Ни в коем случае нельзя бибикать. Если люди давно не виделись, пусть они пообщаются, как бы дела подожжут. Поэтому все черногорцы всегда спокойно просто наблюдают, как два друга давно не виделись. Просто искры радости того, что они наконец пересеклись, летают. А все остальные спокойно ждут, когда это закончится. Да, причем это происходит на оживленных улицах. То есть это, ну это не трасса, но это центральная улица, там Ядранский путь. И, казалось бы, идет поток в две стороны. Поначалу я тоже, ну я ни разу никогда не сигналил, потому что я никогда никуда тоже не тороплюсь особо. Но я замечаю, что если начинают сигналить, значит недавно приехал, не понимаешь, что людям да, надо пообщаться. Да, и так происходит не с любыми черногорцами, которые другу знают, и вот они пересеклись. Скорее всего, это люди, которые давно не виделись и абсолютно случайно увиделись. Именно поэтому они остановились. Обычно все заканчивается на побибикать другу, он поднял руку. То есть это не просто соседи? Да, то есть это люди, которые вот редко видятся, скорее всего. И вот они наконец-то пересеклись где-то и просто быстренько обмениваются. Слушай, это очень интересно, да. Потому что если ты часто с человека видишь, ты не будешь останавливаться, чтобы с ним пообщаться, ты просто побибикавишь ему. Вот это и постоянно, да. Шутку какую-нибудь кинешь в дорогу. Из окна, из открытого причем. Да, да, да. И проедешь дальше. Если останавливаются, значит давно люди не виделись, надо дать им пообщаться. Ну это очень интересно на самом деле. Просто это непривычно. И вот интересно еще, знаешь, по стилю езды. Есть тебе что, как оправдаться? Смотрите, есть то, что пугает приезжих. Я это знаю по общению с моими русскоязычными друзьями. Здесь часто в поворотах на серпантине немножко колесом заезжают на встречную полосу. Некоторые черногорцы. Не все так делают. Немножко в лоб. Немножко заезжают. Не пугайтесь, пожалуйста. Эти люди всю свою жизнь ездят по этим дорогам. И прекрасно знают, где можно заехать, где нельзя. Здесь по этикету серпантинного движения все прижимаются внутрь поворота. То есть и те, кто заезжают в поворот по внутренней части, они прижимаются внутрь. И те, кто по внешней части едут навстречу вам, тоже прижимаются поворотом. Ну, не надо пугаться и тормозить. Единственная аварийная ситуация, которая может привести, это если вы начнете резко тормозить в этом повороте из-за надвигающейся машины с одним колесом на вашей полосе. Тогда машина сзади начнет резко тормозить. А из-за того, что это поворот, те, кто едет за ним, могут не увидеть заранее, что машина перед вами тормозит. То есть мы сами можем создать вот эту аварийную ситуацию, да? Реагируя, как бы, паническим образом на вот эти вот заезды. Хотя и ничего страшного и не было. Ничего страшного нет. Это, наоборот, делается для предотвращения ситуации. Чем ближе ты в поворот, страшно терпимо. Я просто, я водитель с большим стажем. Я очень много езжу. И иногда я еду, и мне страшно. То есть он прям тебе летит в лоб. И ты оттормаживаешься. И он такой раз, успел. Ну, я понимаю, что фраза «не бойтесь, не поможет», но понимание того, что люди знают, что они делают, это не случайность, что он заезжает. Они учились на этих дорогах ездить. Да, особенно часто это происходит, когда, например, мокрая дорога. Они прижимаются ближе в поворот, мы прижимаемся ближе в поворот, для того, чтобы, если начнет, например, машина подскальзываться немножко в поворот, у тебя есть луфт, как говорят черногорцы небольшие. То есть есть пространство для того, чтобы машину немножко сбросить в воростре. Для манёвра. И войти в поворот нормально, да. Да, это делается не просто так. А нельзя ли просто тогда не гнать, чтобы люфт не требовался? Ну, если... Но это горячая кровь, да? Да, это не то, чтобы горячая кровь, да. Есть черногорцы, которые гоняют, их сразу видно, они так агрессивно даже в полосе, когда за кем-то медленным ездят, двигаются и прижимаются к тебе. Просто один раз резко вот так сделаете и потом вот так вот назад покажите, и он больше не будет прижиматься к вам, да. Вот, запомнили, зафиксировали. Ещё у меня сразу вопрос. Вот я просто из-за того, что я очень много за рулём провожу времени, у меня много вопросов вот поэтому. Асфальт, что с ним не так? Почему он скользкий такой, как лёд? Есть скользкие участки асфальта, есть не скользкие. Они различаются особенно легко в дождь тем, как они отражают свет. Если такое ребристое свечение, то есть такое матовое получается свечение асфальта, то можно спокойно ехать, не бояться, чтобы будет соскальзывать. Если такая гладь видна, вот как особенно промежуток в бечечах у Splendid. Я могу ошибаться, да, я знаю, что, я слышал, что добавляли мрамор просто при производстве, благодаря этому дольше держится сам асфальт, то есть его не надо менять, но при этом в дождь там такой, этот, как его они, Ice Games. Да, он как зеркало, он реально по цвету, как мне показалось, такой светлый, как будто вот эти камушки, они отполированы. Если вы видите, что так освечивает сильно, то в дождь особенно, лучше двигаться медленно, даже ниже порога скоростного на 10 км в час можно спокойно собирать и ни один черногорец вам не побибикает. Дождь, здесь все понимают, что это опасно. Я еще заметил, что очень часто, ну в горах, когда едешь, начинается дождь, вот, знаешь, опускается вот этот туман, облака, да, прям ты в облаках едешь и не видно вообще ничего, то есть на 5 метров уже не видно. И все включают аварийку, то есть это рассказывают где-то в школе или просто вот, ну, люди сами по себе так. Мне кажется, это так же, как здесь предупреждение полицейских вот этим вот двойным миганием, это просто вот ты с опытом, да, приходишь, здесь не обучают этому, но так многие делают и остальные люди за ним повторяют. В теории это должно помочь водителям за вами заранее увидеть, но он же и так в тумане едет. Нет, ну вот еще даже не туман, допустим, а ты едешь по городу и там дорогу перекопали или еще что-то, и там стоит пробка, но она за поворотом. И вот кто останавливается, аварийку включают еще часто. Так я не встречал, кстати. Я где несколько раз встречал. Обычно в туман, я постоянно. Ну, просто я еще катаюсь туда, в ту сторону Петроваца, допустим, да, и там вот эти вот извилистые дороги. Неправильно Петроваца сказал, да? Петроваца. Петровца? Петровца. Мы к этому еще придем. У меня есть список городов, которые... Бесят ли местных, как мы коверкаем, города? Это уже следующее. Смотрите в конце. Скорее умиляют. Давайте, посмешите нас. Ну, как вот Чернокорс говорит, Москва. Ну да. У нас Москва. Ну да, да, да. То же самое. Есть такое. Одна вещь, которую я вот лично очень хочу попросить всех, кто здесь за рулем и кто ездит дальше города, когда вы едете по серпантину. Во-первых, если вы заходите в поворот и вы не видите перед поворотом или в повороте такие стрелочки, они бывают либо черно-белые, либо черно-желтые. Эти стрелки показывают остроту поворота, правильно? Если вы заходите в поворот и в повороте видите вот эти стрелочки, они либо черно-желтые, либо черно-белые, и они близко друг к другу, это значит, что поворот острый. Крутой. Крутой поворот. И перед ним стоит сбросить скорость. Если этих стрелочек нет и просто дорога уходит направо, сбрасывать скорость до 40 км в час нет смысла. Можно ехать по ограничению дорожным. И последняя, самая важная часть, которая увеличит безопасность вашего вождения, особенно летом в Черногории. Тормозить в серпантине можно не только тормозом, особенно если вы едете с горы, но и с помощью двигателя. Многие этого знают, многие не знают. Едете вы, например, на пятой скорости, даже если у вас автомат, в автомате тоже можно переключать скорость. Сбрасываете просто скорость на одну вниз, начиная спускаться по горе, и машина будет двигателем сама притормаживать. Это будет сопровождаться звуком двигателя, но не пугайтесь, это абсолютно нормально. Ну да, немножко рычать будет погромче, но... Пудеть скорее, да. Но это нормально. Во-первых, вы не перенагреваете тормозные колодки, спускаясь вниз и притормаживая постоянно. Во-вторых, вы заряжаете аккумулятор, да, банально уже, просто двигаясь, как бы вот, пуская колесом вращать двигаться. Поэтому очень рекомендую всем этим пользоваться. Главное, потому что людям, которые едут по серпантину за вами, если вы притормаживаете постоянно тормозы, им приходится тоже притормаживать. Они могли бы просто точно так же за вами, сбросив одну передачу назад, спокойно скатываться, погореть, не набирая скорость. Ну вы можете равномерно ехать, либо вот так вот рвано. Да, если вы рвано едете, то и все за вами тоже вынуждены ехать точно так же. А если вы двигаетесь и используете двигатель до приторможения, и черногорцы за вами будут делать то, что так же. Ну все равно, да, обычно это в школе учат, как бы. Но если вы купили права, то прислушайтесь к степану. Да, передачу пониже. Спокойно спускаетесь. И катитесь себе плавненько, педалькой. Регулируйте. Гарантирую. Два-три раза попробуйте, привыкнете, и сами потом будете постоянно так делать, потому что это намного удобнее, чем вытормаживать этот спуск. Да. Отормозился, переткнулся газу, там перед следующим опять, и вот это вот начинается. Даже если ты не на автомате. И все за вами тоже начинают. А если особенно еще и пробка длинная, то это все растягивается надолго-долго. Все, все поняли, усвоили. И вот это очень важно запомнить, потому что это ваша безопасность. Реально. Прислушайтесь, потому что люди здесь живут всю жизнь, и, наверное, все-таки они что-то понимают. Потому что мы приезжаем с ровных дорог. Мы едем такие, выехали от какого-нибудь Липецка до какого-нибудь Воронежа. Вот так. И прямо едем. Здесь все-таки вот такие дороги. Либо вокруг горы, с горы. И это специфические очень дороги, поэтому нужно уметь по ним ездить. Вот. Ну, спасибо тебе, что ты сказал. Мне было тоже так же страшно по пяти полосам в Москве ездить, когда первое время. Как вам, видимо, здесь приезжаем к Сарфанте. Ну, да, да. Ко всему нужно привыкать. Расскажи, еще, может быть, есть какие-то штрафы специфические, непривычные нам? Ну, о чем тебе рассказывают твои русские друзья? Ну, мне рассказывают черногорцы про штрафы. Но я не проверял эту информацию. Насколько я знаю, створание гужевое, створание колонны называется там черногорскому. Когда, например, какой-то грузовик едет, и за ним собирается, забирается линия. И он не уступает, и за ним собирается, собирается. В теории его могут оштрафовать. Он при... Если собралась за ним линия, он должен съехать и пропустить ее колонну. Вообще, я только... Так что я поддерживаю. А вот скажи, не знаю, это байка или реально есть, что если рядом с тобой, рядом с водителем сидит выпивший человек, то за это могут оштрафовать, если он рядом находится. Впервые слышу про такой штраф. Я думаю, что это какие-то очень вредные мои суграджаны. Черногорцы полицейские придумали. Слушай, они могли ни за что оштрафовать кого-то, кто ему не понравился. Значит, будем копать информацию дальше. Если вы знаете пункт правил, который это предусматривает, скиньте в комментарии. А вообще полиция в Черногории, она максимально лояльная. То есть вот особенно на контрасте с полицией в той же России, очень приятные ощущения вызывают здесь полицейские. Они как бы сопереживательные такие, я бы называл. То есть нет такого... Они могут отпустить за нарушение, они не будут у тебя специально докапываться, если ты ведёшь себя нормально. Самое главное, что нельзя делать при общении с полицией, это качать права. Только вы начнёте говорить по закону, вы должны так, или вот по вот этой статье вы должны так. Вас засунут в такую стиралку... Глубину! Вас-то по таким законам проведут, что вы будете потом месяц жалеть вообще о том, что вы начали пройти статьи. Я знаю, я проходил это. Я по привычке в первый год качнул. Максимально говорите, пожалуйста, ошибся, отпустите. И вас отпустят даже при каких-то... Там, я не знаю, ну не 0,3 у вас промилле, а чуть-чуть побольше. Да-да-да. У жены день рождения был, или там друг лучший женился, или там сын родился, скажете, если что, у друга вас и с двумя промиллями отпустят. Вот, а здесь вот ситуация к ситуации. То есть они не от закона, в первую очередь, отталкиваются, решая ситуацию, а от фактической ситуации. Если по факту вы ничего ужасного не сделали, вас отпустят без там взяток и так далее. Слушай, ну опять же, а если это иностранец? Ну я понимаю, что ты человек, ты всегда человек. Если ты себя адекватно ведёшь, я иностранец, и реально часто отпускали. И я прям с тобой согласен во всём. Я качнул права, тут попытался качнуть права в первый год своей жизни, в первые месяцы своей жизни. Вот, меня отправили, просто забрали себе документы, отправили в суд, говорят, иди там доказывай, а мне тут не надо рассказывать. Я такой, всё, с этого момента я понял, что права тут качать не надо. А вот когда просто по-человечески поговорил, посмеялся там, пошутил, и всё, и он сразу, он другой. Он прям такой, типа, как будто он тебя знает много лет. Раз уж мы про случаи говорим, вот тоже наглядный, даже два быстрых. Значит, первый забирает меня от дома друг, черногорец, и мы вот по бульвару Будванском, он решает, дай-ка я газ, и выжму-ка на машине немного. И не замечает, что за ним выезжает полицейская машина, и уже где-то у Триканова останавливают, и говорят ему, друг мой, я тебя еле догнал, куда ты так летишь? А он отвечает, да меня девушка выбесила, да меня девушка выбесила, я вот газу дал. А черногорцы, они все экспрессивные, и при этом ещё умеют эмпатировать. И если вот ты злой, говоришь, что тебя девушка выбесила, и поэтому ты дал этого газу, он прочувствует и поймёт. Блин, сколько раз было, да? Он прочувствует и поймёт, да, меня тоже когда-то моя так бесила, что хотелось газу дать. И просто отпустят тебя чисто по-человечески. И второй тоже самое, я вот этот случай увидел, и взял его на вооружение, как-то ехал 100, там, где было 60 разрешено на серпантине на севере. Меня останавливает полицейский, говорит, ты ту-ту совсем, что ли? Как ты, куда ты гонишь? А со мной два русских друга ехали, я их вёл на север, показать им север. И я полицейский, он отвечает, да меня эти два русских взяли меня отвезти в Калашин. Здесь остановись фоткой, там остановись фоткой, тут остановись фоткой. Я уже не могу больше останавливаться. Я дал газу, чтобы быстрее туда дать. И он говорит, понимаю. Ну ладно, езжай, да, блин, за этим. Слушай, ну да, но это вот показывает вот эту человечность, да, и то, что они входят в ситуацию. Если они понимают, что ты не просто разглядяй, которые, ну, вот так вот любят газу давать. Ситуация, у тебя так вот сейчас сложилось. Да, они входят в ситуацию абсолютно легко и непринуждённо. Перейдём к тому, что вот почему черногорцы, ты как раз сейчас говорил, что они экспрессивные такие, громкие, у них ярко выраженные эмоции, чувства. Они прям вот так вот разговаривают. Прямо аж иногда думают, что он тебя убить хочет или он сильно радуется. Да, я помню, я так на русском вообще хорошо говорю, потому что в школе в Москве учился. И переехал где-то в пять в Москву. Каждый год летом мы с мамой приезжали сюда, и я заново учил язык. Я его забывал, а заново учил. И я думал, что мои дяди с тётей Черногорск ругают каждый час просто. Каждый час они находят тему для ругания. Потом уже где-то к десяти годам, к двенадцати, я вроде так запомнил язык и стал летом приезжать, в принципе, понимать, о чём они говорят. Оказывается, они просто бытовые вопросы создали. Просто бытовые вопросы. Никаких ссор там даже и не было. Прессивность выражения, самовыражение черногорцев, она не всегда сигнал тому, что они на вас злятся. Это не значит, что он сейчас нападёт на тебя, да? Вообще, вообще не знаю. Обычно в этих ситуациях можно, как будто бы человек на вас агрессирует. Вы можете с точно такой же экспрессией человеку отвечать, и он вас даже больше за своего примет. И разговор, скорее всего, пойдёт в намного более благоприятное русло, нежели если вы начнёте пугаться или как-то пассивно-агрессивно отвечать человеку. Это вот тоже. Если права качать или пассивно-агрессивно отвечать, это вот чётко всё в одну сторону будет двигаться в общении здесь. Нормального общения уже не получится. Здесь все, вот мы плавно переходим к теме оружия, кстати. Здесь все усвоили за сотни лет жизни в горах вместе, что самый лучший способ жить – это жить дружно. И все друг с другом дружат. Оружие здесь на долю населения, по-моему, если не такое же, то больше, чем даже в Штатах. Но вы не слышали здесь, скорее всего, о случаях. Мы слышим только то, что стреляют в воздух. Это опять же, да? Скажу по секрету, в 85-90 случаев стреляют холостыми. Ну, это понятно, да. Но это опять же, наверное, да, вот такой момент выражения эмоций какой-то. Что такое? Праздника. Я уже кричу, я уже всё сказал, я уже не могу. Это балканский фейерверк. Кристалеты и Калашникова – это балканские фейерверки. Это балканские фейерверки, да, да. Особенно зажигательными пулями, когда стреляют. Шутка, зажигательные пулями. Да, оружие есть у всех. Его не используют обычно, только если на охоте, на животных. Но оно есть у всех. Все знают о том, что оно у всех есть. И даже раньше здесь не в тюрьму отправили человека, который провинился, а забирали у него оружие. Это уже было знаком того, что если ты без оружия по улице ходишь, вот в Старой Черногории, то это унизительно. Для мужчины без оружия ходить. Интересно. До применения очень максимально редко доходило, как сейчас, так и тогда, потому что это всегда то семья того человека. Это корноос это называется, кровавое возмездие. Про это даже очень много снимали репортажи. Это на Балканах везде есть. То есть кровавое возмездие, это когда ты лишаешь жизни того, кто лишил жизни кого-то из твоей семьи. И начинается. Тот клан тогда лишает жизни вашего. И вот эта война кланов расширяется. Ну да, фактически это, конечно, никому не нужно. Поэтому здесь все дружно живут. Здесь даже какой-нибудь двух с половиной метровый громила, которым вы поцапаетесь, он с большим желанием с вами раздается по-тихому. Потому что, несмотря на то, что он больше, он знает, что у вас, скорее всего, много друзей. У него много друзей. И это все очень далеко уйдет, если вы будете конфликтовать. Проще здесь и сейчас замять и подружиться. Да, уважительно друг к другу отнестись, решить этот вопрос по-мирному. Никто не будет против желания мирно решить вопрос. Здесь все это воспринимают как единственный правильный способ урегулирования. А если вы выступаете даже инициатором мирного урегулирования, к вам даже очень уважительно относиться будут. Слушай, это радует. Это не может не радовать. Но это на самом деле очень хорошо. Потому что я всегда тоже замирное решение вопросов. И мне нравится такой подход. Да, и оружие здесь напоминает людям в том числе о том, что надо жить дружно. У нас у всех есть способ друг другу сделать больно. Мы не будем этого делать, потому что мы все хотим получать удовольствие. Кулера, типа лаку, или ты своим футером. Да, короче говоря, не момент такой запугивания, а просто напоминалка такая вот. Это скорее страховка. Для каждого оружия это страховка. У каждого оружия дома это страховой полис. Вот и все. Стефан, еще заметил здесь, знаешь, такое развлечение народное. Может быть, просто мне такие люди попадались. Я вот когда работал в кафе там. Многие очень любят делать ставки. Вот у них в телефонах приложения всякие. Они ставят. И на улице ты, в общем, идешь. И постоянно вот эти вот... Ну, я не знаю, как они. Мини-казино вот такие, да? Кладионницы. Кладионницы. Кладионницы они называются. Черногорцы шутят, что их больше, чем пекарен здесь. Да, это такая интересная особенность. Я ее нигде больше не видел, где бы ни бывал. Черногорцы очень любят делать ставки на спорт. У каждого черногорца есть свои схемы, как делать эти ставки на спорт. Каждый черногорец ведет свою бухгалтерию. Выигрывает он или проигрывает. То есть у любого, кто играет в кладионнице, ты можешь любому спросить, какая у тебя сейчас ситуация. Он скажет, я плюс 300 или я минус столько. То есть он на протяжении всей жизни, грубо говоря, ведет статистику. И подбивает всегда итог, да? Он меняет, да, он меняет там какой-нибудь подход, стратегию и так далее, и так далее. Вот у меня есть, был точнее, я в Сплэнде работал в отеле, коллега, который, у него такая интересная была стратегия. Он выбирал 12 матчей футбольных и ставил во всех, чтобы в первом тайме будет забит гол. И он делал ставку 2 или 3 евро. А если выигрывал, то выигрывал 300-400 евро. Слушай, он был, да, он из всех моих коллег был единственный с айфоном. И в плюсе где-то евро на 800-900. Вот вам, если хотите попробовать, вот стартовая стратегия, как можно попробовать. Не рекомендуем, осуждаем. Вот, но все любят здесь немножко. Даже у нас в офисе собирались мы, все по 2-3 евро ему давали. И он точно так же как бы ставил их, как вот свою ставку делал, нашу делал точно так же. Я же вот, ну, у меня много знакомых тоже черногорцев. И мы обычно встречаемся на заправке в кафе. Ну, это тоже такой нюанс, не знаю. Либо я со своим просто там встречаюсь, либо это так и принято. И там все, там полицейские, которые приходят, его пощипают, а мне за щеки потребят. И это так выглядит, полицейские у вас такие здоровые, статные такие. И там мой друг сидит. Особенно интервентная единица, если когда-нибудь встретится вам. Это черногорцы, которые были натренированы успокаивать черногорцев. Поэтому я однажды видел, как они работают, да, я не пожелаю. И вот это интересно так, такая атмосфера. И он заходит, и они как дети, вот как будто, то есть мой знакомый ему там 40 лет, допустим, да. И полицейский, ему там может быть 36 лет. И он такой, такой, за щеки его брат-то мой. Шуточки сразу такие. А потом садятся, берут, да, да, да. То есть такие поигрались, поширяли друг друга под ребро там, знаешь. И садятся кофе, пьют, я тут с ними сижу. И он такой, билетики берут. И такой аппарат стоит. И они сидят, и там экран всегда идет, что-то мать какая. Это такое развлечение, да. Это такой досуг у черногорцев. Вот это вот ощущение, выиграю, не выиграю. И они в том числе, благодаря ему, лучше и веселее проводят время в кофанах. Особенно в последние 5-6 лет стали популярны вот эти вот. Прям в кофане стоит такой бинго, по-моему, они называются. Или как-то, когда числа выпадают, ты должен число собрать определенное. И вот они часами сидят в этих кофанах, пьют кофе. И вот эти вот числа выскребывают на бумажках. Да, есть такой, я заметил. Просто досуг много. Просто досуг. Ну, то есть это прям начинается со скольки лет вообще? Слушай, не скажу тебе. Ну, в школах этим занимаются? В школах нет, да? В школах нет. То есть уже чуть-чуть старше. Здесь и в принципе нет такого, чтобы дети занимались чем-то, чем... Не детским. Не детским, да. И это не из-за запретов. Я пока сам не разобрался, как это здесь работает, но... То есть здесь детям продают сигареты в школе. Ой, не в школе, а в магазине. Потому что они знают, что это ребенок отцу там берет и так далее. Не могу себе представить, что в Москве так продали. Слушай, ну может быть из-за этого здесь и в школах спокойно нет вот этих шутингов всяких и так далее. То есть мирно, спокойно. Особо... Ну, есть, наверное, какие-то ситуации. Вот был как раз ролик, может быть, сейчас вставлю про школы, посмотрите. Там как раз нет вот этого, что друг друга ущемляют другие дети. Отчитывают там, да, какого-то пирпьеш... Ну, новенького, да. Давление, да, на детей, там что-то делать, не делать. Здесь такого нет. Больше стараются дружить. Дети, да. Опять же, мы пришли к вам. Да, и к ним отношения. Да, и отношения к детям здесь в другой школах. Здесь больше подчеркивают какие-то способности ребенка, нежели указывают родителям на... Недостатки. ...недостатки, там, что он по химии плохой. Они в первую очередь скажут, слушайте, он у вас там в математике или в языке... Или в спорте силен. ...в спорте хорош. А не станут говорить, вот, тяните химию, давайте быстро, а то выкинем ваше... Слушай, вот это я не упомянул, но это очень важный нюанс, что они давят на то, что... И у ребенка получается... Они поддерживают то, что получается, а не указывают на то, что не получается. Слушай, это очень важно, это очень интересно. И я считаю, что это правильно. Зачем человека переделывать, если он родился с таким складом ума? Ну, либо он там растет, и вот он любит рисовать, да? Да, адаптивное образование можно было бы даже назвать. Да, это очень хорошо. Еще наслышаны мы страшных историй про то, что здесь очень много мафии. Прям как будто бы кишит. Но у кого бы я не спросил, все говорят, что да, мы когда-то слышали, она, наверное, есть, но это никак не касается никого, то есть совершенно спокойно где-то они живут отдельным миром. Есть ли она? Да, есть. И есть до сих пор. Но давайте по последовательности событий. Значит, сначала Черногория, в принципе, в ЕС, как бы известно, как страна окно закрытых субстанций в Европу. Благодаря тому, что мы делим Скадарское озеро с Албании, а в Албании самые коррумпированные порты во всей Европе, все это, в принципе, проходит через Скадарское озеро. И там сначала это все держал один человек, его посадили. Ковачки и школярские кланы. В какой-то момент времени у них начались, мягко говоря, сильные недопонимания друг с другом и ликвидации. Были взрывы в Подгорице, в Цитыне. Подъезжал там один раз, я как раз в Сплэнде тогда работал, напротив Сплэнде есть кафешка. На угол подъехал мотоцикл, пассажир с УЗИ просто отстрелял, не попал ни в кого почти. Добрый просто, не хотел. Видимо, перестрессовал. И уехал. То есть они какое-то время начали друг друга ликвидировать здесь, на территории Черногории. После чего тогдашний еще премьер Джуканович наш, я так понял, его партия, решили с ними вопрос таким образом, что, ребят, ну не дома, давайте где-то там решайте свои вопросы. Здесь не надо ничего. И после этого перестали. То есть здесь уже кланы отношения не выясняют. Они выясняют эти отношения в Южной Америке, там, в Европах. Здесь даже теперь безопаснее, чем в некоторых странах ЕС в этом плане. Ну опять же, меня это не может не радовать. Я-то вижу эту страну как мега безопасную для детей. У меня сейчас ребенок вот там играет на детской площадке. Я совершенно уверен, что за ним сейчас там. И приглядит просто женщина-черногорка, которая играет со своим ребенком. И поэтому я уже почему вопрос задал. Я не хотел, вот знаешь, чтобы ты мне сейчас такое что-нибудь страшное рассказал. Я такой, ну блин. Да, я регулярно забываю в машине или мотоцикле ключи. И вспоминаю об этом где-нибудь уже, когда мы в кафешке сидим. И даже палец не дрогает, как бы пойти этот ключ забрать. Потому что я знаю, что никто ничего не тронет. Здесь никому тяжелого не надо. Каждый месяц есть истории про то, как кто-то нашел сумку с 10 тысячами евро. И просто ее в полицию принес, вернул. Да, да, да. Очень большая редкость. И скорее всего это кто-то, кто на сезон приезжает сюда работать. Не хочу показывать иностранные пальцами. Сербия. Но обычно это те, кто приезжает на сезон работать. Карманники им не нравятся. Ну они конкретно, вот сезонники, да? Они приезжают, сезон отрабатывают и уезжают. Да, даже местные цыгане здесь очень воспитанные. Скажем так. Потому что местные знают, где цыгане живут. Если что, знаете, есть рынок такой за Подгорьцем, называется Гинташ. Там можно купить очень много всего. В том числе и краденое туда обычно свозят, продавать. И есть такой выпуск новостей. Выкладывали, берут интервью у людей, которые пришли туда в Гинташ. И так человек ходит, смотрит такой. А вы что-то подбираете себе сегодня? Он говорит, нет, я свое ищу хожу. И так там человека 4-5 ответили. Это в Гинташ просто ходят, свою ищут. То, что у них украдут. Да, поэтому здесь крадут, не крадут. В том числе, потому что тебя найдут. Скорее всего тебя найдут. Страна маленькая, поэтому здесь все знакомые. И репутацию потом здесь не отмываешь. Тебя все знают. Да, вот насчет репутации. Ну, у нас велосипед украли, да. Но мы пошли в полицию. Это был первый год. Мы тут пару месяцев жили. В подъезде поставил я велосипед. Не пристегиваю, ничего. Пятый этаж. Угнали. Я пришел, даже не заметил. Мимо прошел. Там два велика стояли. Супруги и мой. Пошел к полицейскому. Он такой, ну велик. Я говорю, ну велик. Он такой, а у тебя ремонт случайно не идет в доме? Я говорю, ну у меня дом новый. Да, там верхние этажи пока что строят. Он такой, ну говорит, мы конечно можем заявление у тебя принять. Но говорит, ну он в Албании. Я тебе, говорит, сто процентов говорю. Поэтому думай сам. Я говорю, ну ладно, давай не будем. Но, но, опять же, вот к разговору про полицейских. Он не поленился. Мы вышли, сели в его дастер. Поехали к дому. Он меня повез к дому. Мы вышли. Он походил, камеры посмотрел. Такой, что туда может смотреть. Зашел к управляющему дому. Спросил, подключены ли камеры. Камеры не подключены. Он говорит, слушай, ну, говорит, ну я типа сделал все, что мог. Ну, говорит, давай ты не будешь. Ну, типа меня напрягать. Ну, чтобы я там писал. Я говорю, не надо. Говорю, ну все, ладно. То есть, опять же, по-человечески. Он поехал, он пытался помочь. Объяснил, да. Да, он не просто меня там отшил. Знаешь, в кабинете сидя вот так. Нет, он встал. У меня сейчас есть в контактах. Причем. Кофе пьем на заправке. Кофе с другим пьем. Но он, он такой открытый. И он, он, ну, как бы всем показал, что, ну смотри, ну я сделал все, что мог. Типа, ну что ты от меня еще хочешь? Ну, не надо меня прессовать. И все, и я все понял. Ну, и опять же, это то есть, случай только приезжий. Кто-то может взять, кто-то взять чужой. Местные ни одного случая. Он мне так и сказал, кстати, открытым текстом. Он говорит, ну местные не возьмут. Вот поверь, говорит мне. Типа, ты вот только приехал, но поверь, говорит, никто твой велик не возьмет. И я ему поверил. Он так это говорил. Да, здесь нет такого. Вот, кстати, еще один очень такой забавный случай, показательный. У нас с братом в деревне домик остался от отца. И там рядом прям дом дяди моего. И мы так летом, когда приезжали сюда в деревню, мы в этом доме жили. И вот один раз мы просто на день приехали, и брат забыл оставить, забыл просто выключить свет на втором этаже. К вечеру только это заметил мой дядя. И говорит сыну, Дарко, донеси пушку. Неси пушку давай. Кто-то Стефану залез в дом. Он начинает идти к моему, в сторону моего дома. Дарко, мой двоюродный брат, бежит за пушкой, достает пушку, идет с пушкой к моему дому. Сосед наш на другом участке видит, что мой брат идет с пушкой, спрашивает брата, что такое. Он говорит, да Стефану кто-то в дом походу залез. Помощь нужна. Он говорит, Лето, неси пушку мою тоже. Этот сосед тоже сына отправляет за пушкой, тоже идет к дому. В общем, такой цепной реакцией собралось пять человек вооруженных вокруг моего дома. Один заходит, чтобы не выбежал никуда тот, кто залез. Верно все целы. Да, и они уже просто потом поняли, что свет остался включен. Но вот к слову, то есть, почему? То есть, не просто то, что здесь никому ничего чужого не надо, а почему не надо. То, что здесь все друг за друга, а с неправыми здесь долго не церемониться. Это очень классно, слушай. Мне это нравится, это хорошо. Это вот такая общность, да? Да, это законы, поддерживаемые обществом, а не законодательными властью. Они быстрее действуют, они более доходчивые. Да, как муравейники. Все решается на месте. Степан, ну, это было максимально познавательно, и я реально очень много узнал. И, если тебе не сложно, несколько фактов о Черногории, о черногорцах. Так, просто от себя, вот что в голову придет? Может быть, интересные истории какие-то? Ну, то есть, что придумаешь? Хорошо, начнем с названия городов. Будва. Петровац, не Петровац. Луцинь. Котор. Подгорица. Кулашинь. Вот правильное название. А это бесит черногорцев, нет? Нет, забавно слышать, когда они правильно произносят. Как там? Вот самое забавное, это Петровац. Самое забавное. Я не могу отучиться, у меня он Петровац. Петровац. Я понимаю, что Петровац, но у меня он Петровац, и я вообще ничего не могу с этим сделать. И согласные буквы черногорцы не смягчают. То есть, не Петровац, а Петровац. То есть, там Э произносится, а не Е. А почему Котор? Я всегда думал, Котор. Есть, на самом деле, черногорцы, которые в основном говорят Котор. А, все равно Котор. То есть, все равно чуть-чуть туда, вперед. Да, да, да. Так говорят вот те, кто у меня больше работает с Котором. Ой, да, у Котор. А, все равно Котор. Ну, то есть, как будто бы Котор, просто немножко крат, ну, коротко, так, рисковато. Котор. Ну, да, но все-таки вот чаще я слышал ударения на вторую цепь. Просто вот часто еще там Тиват. Тиват. Да. А Тиват. Тиват. Тиват Новый, ну, там не ошибишься. Ну, Подгорица. 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 А вот еду я в Петровац или... Едем у Петровац. Петровац. Еду в Петровац. Ага. Там не меняется. А где? В Петровац или в Петровце? У Петровцу. У Петровцу. В Петровце. Ага. Если на Черногорском, то у Петровцу. Ага, не Петровац. Ну, в Петровац это вообще, да. Куда-то полетел в сторону, да. Не в Петровац, ты точно. Ты мне когда-то рассказывал, я думаю, ребятам тоже будет интересно, про бегемота, да, вдруг так. Мы вроде бы не в Африке там. Да, есть мало кому известный заповедник, называется Плавница. Это вообще ресторан, но у них там можно и с кроликами побегать, и на бегемота посмотреть. Не могу гарантировать, что он сейчас уже есть, но до недавнего времени был. И относительно недавно в Зете, в деревне, которая рядом с этой плавницей, как раз моя родная деревня, были потопы из-за дождей. И этот, как мы его называем, линдский конь, бегемот, выплыл из своего вольера и плавал так себе по улочкам Зеты, при том, что бегемот это одно из самых опасных животных для человека, то есть по количеству летальных исходов от встречи с бегемотом, намного больше, чем от встречи с львом, тем же, например. Но этот бегемот был максимально черногорский. Его все подкармливали, он подплывал к домикам, тусовался. Такой же добрый, да? Да, вообще он спокойный, такой по лаку плавал, никуда не напрягался. Он прямо, он изведывал новые территории спокойно, просто открывал для себя, путешествовал. Еще по интересным фактам, почему Будва называется Будва, есть и почему две рыбки на, так скажем... Герб, да, вот это вот значок, две рыбки, да. Когда-то давно, естественно, это история любви, когда-то давно парень из простой семьи влюбился в девушку из королевской, им не давали быть вместе, и они решили вместе сброситься со скалой в Будве. И когда они сбросились, в самый последний момент очевидцы увидели, как они превратились в двух рыбок и вместе уплыли. И один из очевидцев сказал «Каоедан Буду-два», как один пусть будут двое. А Буду-два сокращенно Будва, так и появилось название города. А эти две рыбки означают этих двух людей, которые дали название города. Как интересно! Последний факт, то, что выдает недавно приехавших в Черногорию иностранцев, от тех, кто уже здесь давно. Две вещи. Первое. Когда здесь чокаются, то смотрят в глаза. Это обязательно. Вот вы чокаетесь с одним человеком, посмотрели в глаза, с другим посмотрели в глаза. Это проявление неуважения, если вы не смотрите в глаза черногорца, с которым чокаетесь. Это прям обязательно. Это прям такой символичный плевок в лицо, если вы не посмотрели в глаза черногорца, чокаясь. И второе. Вот когда только-только стало появляться много русских туристов в Черногории, русских туристов можно было очень легко определить. Они из ресторанов всегда выходили с пакетами. В этих пакетах была недоеденная еда. Брали с собой. Да, потому что с порциями не знакомы, а те, кто знакомы, они здесь уже берут одну порцию на двоих, салат на двоих, супы на двоих. Поэтому факт-рекомендация, если вы привыкли к порциям московским, то не расходитесь здесь. На каждого не берите. Салат главное вас уже не влезет, суп главное уже не влезет. То есть если вы берете суп, берите главное напополам своей второй половинкой. И еще хочу отметить, что у Стефана очень классный проект в Черногории, который максимально полезный. Такого еще не было. Это сервис по доставке рыбы. В первую очередь свежей, свежевыловленной рыбы. Ну, кто знает, его уже видел в прошлом видеоинтервью. Кто не знает, я просто от чистого сердца рекомендую. Сейчас у тебя там появились фермерские продукты. Мы, да, решили добавить фермерские продукты, фрукты, овощи по одной важной причине лично для меня. Когда мы сюда летом приезжали всегда с мамой, мы, там, представьте себе, вот вы дома, там, мама что-то готовит. Она говорит, сын, там, для салата нужны помидоры, огурцы, вот и паприка. И я просто выходил из дома и срывал их вот прямо у дома, потому что у нас семья наша занимается агрокультурой исторически. И мне хотелось бы, чтобы все могли попробовать тоже вот день в день сорванное, день в день свежее, день в день приготовленное, день в день там курица разделанная. То есть хочется, чтобы все могли так же питаться, как вот люди, которые в деревнях. Вот у моих дядей и тетей, я, ну вот я не совру, если скажу, что я ни разу не видел, чтобы они зубы чистили вот утром и вечером, но при этом у них белоснежные зубы у всех. Я думаю, что продукты натуральные. Ну, спасибо тебе огромное за то, что пришел. Ну, ребят, если вам еще будет интересно услышать что-то от Стефана, какие-то факты по Черногории, задавайте вопросы, пишите обязательно в комментариях. Мы попросим его, он придет еще, и мы с ним много-много разных интересных видео, потому что человек отзывчивый, общительный, очень много знает про свою страну. Вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, делитесь, заходите еще. Чао-чао, пока-пока.